Всем привет! Сегодня на канале Лавка Орка мы познакомимся с одним из классических наборов. US Ariadna это одна из секториальных армий для фракции Ariadna в мире Infinity, которая воплощает в себе стилистику и культурные образы американских военных сил. Поэтому здесь как раз и стилистика внешняя, и название, и история очень на это похожи. При этом это не просто готовый набор для игры за конкретную фракцию. Тут есть дополнительно и жетоны, и шаблоны, и кубики, и измерительные приборы, и силуэты, и даже ландшафт с игровым полем. То есть можно взять этот набор и быть уже готовым полностью к игре, не только с точки зрения армии, но и всех сопутствующих атрибутов. Давайте же познакомимся с ним поближе. Итак, внутри нас ждет очень много всего интересного. Во-первых, это ознакомительная брошюра, в которой можно найти информацию о этой фракции, ее историю, описание видов родов войск, вообще как Ariadna заселялась на планету рассвет. Это один из первых опытов человечества по колонизации пространства другого вне Солнечной системы через Черевоточину. И когда первый набор поселенцев прибыл на рассвет, Черевоточина закрылась, и они оказались оторваны от всего остального мира. Поэтому бойцы Ariadna были вынуждены в условиях сурового инопланетного климата и экосистемы выживать, за счет чего стали очень хорошо тренированными. Пусть немножечко отстают они по технологическому развитию, нет у них всех фишек будущего. Но, тем не менее, это очень опытные и хорошо обученные бойцы. Дальше. У нас здесь идут набор всех жетонов, маркеров, шаблонов. Как мы и говорили, полностью этот набор обеспечивает игрокам, которые его приобретают, всем необходимым для игры. Ну и, собственно, сами миниатюры. Да, вот замечательные кубы с символами фракции, Ariadna непосредственно. Посмотрим на миниатюры поближе. Основу армии у нас составляют, так называемые, гранты с винтовками. Это линейные пехотинцы, которые хорошо обучены, сильные, ловкие, смелые, не так хорошо стреляют, как хотелось бы, но полностью готовы ко всем тягостям жизни. Они достаточно хорошо бронированы. Это средняя пехота. Такие замечательные товарищи в касках с винтовками. Согласитесь, очень похожи на современную пехоту разных стран. Здесь, причем, разные их виды. Есть мужчины, есть женщины. Женщинам тоже приходится служить в войсках. У US Ariadna, потому что это суровый мир, и здесь, вне зависимости от пола, необходимо бороться за свою жизнь. Такая, вроде бы, изящная миниатюра, но тоже очень воинственная. А как по-другому выжить, когда вокруг антиподы? Это жуткие волколаки, которые норовят постоянно съесть. Комбайн Дармия постоянно прилетает, атакуют злобные шосвости. Такой вот товарищ, тоже с рюкзачком. Детализация, конечно, вообще здоровская. Мне очень нравятся сапоги со шнуровкой. Прям очень стильно, изящно. В то же время, утилитарно. Такие вот замечательные бойцы. Следующим на очереди у нас идет мародер с тяжелым огнеметом. Мародер это подразделение, получившее усиленную броню и штурмовое вооружение, чтобы проникать глубоко в тыл противника и наносить ему усиленный урон. Это уже средняя охота, вот такая у него кричащая. Голова, замечательно. Тяжелый огнемет. Очень смертоносное оружие, особенно если плохо кидаетесь по сброске и плотненько стоить. Прям мародеры любят такое. Следующими у нас идут как раз типичные для Ариадны бойцы. Это Девил Дог и его К9 антипод. Кто же это такие? Это плоды симбиоза, можно так сказать, бойцов Ариадны с экосистемой планет, на которой живут огромные человекоподобные звери, так называемые антиподы, которые с большим удовольствием охотятся на людей. И в результате некоторого синтеза получаются вот такие бойцы, которые сочетают в себе одновременно и людские черты. Ну, какой замечательный здоровый нож. Большой-большой пистолет, heavy pistol. Да, и, собственно, звериные черты, их силу, ловкость, ярость, всяческие умения. И помимо того, как вот именно бойцы с человеческим сознанием, некоторых антиподов получается приручить. И тогда они тоже поступают на службу. Ариадны. Вот такое, какое тело мощное. Крепкая шерсть. Скулистые лапы. Хвост. В общем, весь набор для убийства в ближнем бою. Таким ножом не страшно идти на самого бронированного противника. Куда же американская армия без легких ударных боевых подразделений? И поэтому мы сейчас с вами посмотрим на бойца подразделения Maverick. Как в знаменитом фильме. Это мотоциклисты, которые с легкостью обходят противника по флангу, заходят в тыл, сеят панику, хаос и так далее. Тоже ловкие и смелые. Вот такой замечательный горный мотоцикл собирается. И на нем чудная девушка с дробовиком заезжает и начинает разгонять всех противников. Тоже очень здоровская детализация. Такие ячейки на колесах. Протектор прям прослеживается. Ну, очень красиво. Я просто люблю мотоциклы. И это прям отрада для моего глаза. Надеюсь, для вашего глаза тоже будет. Следующим на очереди у нас идет боец из подразделения под названием Факстрот. Это бойцы, специализирующиеся на диверсиях, на скрытных проникновениях. У них такие характерные головные уборы панамы. У него винтовка, рюкзачок, рация или взрыватель какой-то. Потому что они как раз любители пробраться в тыл, заминировать, взорвать или выполнить миссию, устранить полевого командира. На крайний случай взять языка. В общем, крайне полезные на поле боя. Пробираются куда только можно. И завершает наш набор. Очень здоровский боец. Зовут его Минитмен. У него целых два легких огнемета. Значит, товарищ, который любит прожарку погорячее. Это тоже средний пехотенец. Он чуть лучше бронирован. У него, повторюсь, два легких огнемета. То есть, когда он подбирается к противнику, температура в его зоне расстановки, вокруг его бойцов, превосходит все допустимые нормы. Поэтому подумайте дважды, прежде чем скапливаться больше, чем по двое. Минитмены очень любят плотные скопления противника. Ну что же, если вам нравится этот удивительный синтез внешнего вида современных войск в перемешку с первобытной яростью антиподов и огромных человекоподобных роботов, то это точно для вас. Эта фракция очень выносливая, очень подвижная и передает вообще всю специфику как раз всех жителей Ариадны, которые вынуждены выживать в этих суровых условиях. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Мы будем рады любым замечаниям, потому что делаем это для вас, для наших зрителей. И до встречи на канале Лавка Орка!